Здравствуйте! Это программа «Спортсто» и я ведущий Дмитрий Марков. Сейчас в нашем регионе большой популярностью пользуется воркаут. О том, что это за движение и какие спортивные мероприятия проходят в нашем городе, нам расскажет гость нашей программы, руководитель движения за здоровый образ жизни Нениско-автономного округа Александр Терлецкий. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Расскажите пока, что это за воркаут и когда он зародился на Римаре? Воркаут, или говорят еще стрит-воркаут, в переводе с английского означает тренировка. Или стрит – это уличная тренировка, то есть на открытом воздухе. Почему с английского? Потому что зародилась она в Америке. И где-то, наверное, с 2000-х годов она проникала в Россию. Сначала действовали объединения неофициальные и вызвало, естественно, интерес у населения. И затем уже, начиная где-то примерно с 2010-х годов, уже официальные были соревнования проведены по России, в Москве, в Воронеже, ну и повсеместно. Сейчас вот в Наринмаре также молодые люди занимаются. Мы поставили недавно специализированную воркаут-площадку. И я надеюсь, что желающих заниматься воркаутом увеличится в разы. А вот соревнования проходят какие-нибудь по воркауту? Где? У нас? У нас не было еще, не было ни одного соревнования как такового. Единственное, что мы делали показательные выступления, показали, что это такое, заинтересовали молодежь. Мне обращаются, спрашивают, интерес есть. То есть мы решили продолжить, так сказать, наши дела по воркауту и тем самым поставили площадку. А вот воркаут, а в России проводятся соревнования по нему? Ежегодно, конечно, да, в России проводятся, как я уже говорил, да. Соревнования как любительские, так и персональные. Есть движения, есть организации, которые занимаются соревнованиями непосредственно. А какие упражнения вот в воркауте существуют? Основные упражнения, это, конечно, с применением конструкций. Это перекладина, шведская стенка, брусья, рукоходы различные. Ну, либо без конструкций. Такое тоже есть. Можно буквально с собственным весом проводить тренировку на земле, на полу. А вот сколько участников у нас вообще есть, людей, занимающихся в нашем городе? Лично сам знаю где-то около 10 человек, которые занимаются серьезно воркаутом. Как мне объяснили, что где-то в округе 35-40 человек есть. То есть и в нас в городе, и есть также за пределами. Вот у нас участвовали на фестивале силы хедоспорта, участвовали даже участники из населенных пунктов. Специально приезжали и участвовали. И причем получали призовые места. А вот о фестивале силы хедоспорта, там по воркауту проводились соревнования? Нет, соревнования там не проводились, а проводились показательные выступления. То есть мы сами показали со своей мобильной площадкой, что это такое, для чего это. Естественно, интерес появился у молодежи. А вот воркаут – это дворовый вид спорта? Можно его так назвать? Воркаут – да. Это дворовый вид спорта, это любительский вид спорта. Опять же скажу, что собственным весом. А вот еще какие здоровые виды спорта, вот именно силовые? Силовые. У нас также распространение получил кроссфит. Тоже фитнес-тренировка, очень популярная сейчас, набирает популярность. Это силовой тренинг, функциональный тренинг. То есть несколько отличается от воркаута то, что упражнения делаются на время. То есть комплекс упражнений на время. А вот кроссфит именно, вот как он появился вообще? Кроссфит также не в России он появился у нас. Появился он также в Соединенных Штатах. Позже гораздо чем воркаут. Но где-то вот, я думаю, что в 2000-х годах, может быть, в 10-х годах уже, да, также набирает активную популярность. И мы сейчас пытаемся показать, что такие виды спорта существуют, что они интересны. И я думаю, что наша деятельность в освещении данных видов спорта, так сказать, улучшит нашу ситуацию с алкоголем. А вот кроссфит и комплекс упражнений, там, из чего он состоит? Базовые упражнения, опять, как я сказал. Ну, здесь как по желанию, грубо говоря, да, задумывается некий комплекс упражнений. И выполняется на время. Самое главное, что упражнения озвучиваются спортсменам, да, атлетам, которые выполняют эти упражнения перед самим непосредственным соревнованием. То есть они не знают, когда и какие упражнения будут. То есть это вот тоже вносит какую-то свою изюминку в данный вид спорта. То есть они по круговой системе, да? Да, по круговой системе, без перерыва. Мы делали, например, применили также интересный такой зрелищный элемент. Это как переворачивание покрышки. Ну, и базовые, естественно, брусья, перекладина, подтягивания, отжимания. Также применили из тяжелой атлетики. Это была у нас тяга. В общем, кто во что, гораздо, грубо говоря. А вот сколько упражнений всего было? У нас где-то, наверное, было подряд 10-15, по-моему, я точно не помню, около 10 упражнений. А тренировки именно про косфиту проходят у нас на Иринмане? Тренировок не проходит. Да, ребята занимаются самостоятельно. Нет инфраструктуры спортивной для этого вида спорта. Вот мы пытаемся как-то внести свою лепту в развитие интересных видов спорта. Не просто, а интересных. А соревнования может быть? Или только вот единственные? Соревнования мы... Нет, это не единственное соревнование у нас было. Мы ежегодно пытаемся проводить. Мы где-то делали, наверное, раза три уже данные мероприятия. И с каждым разом количество участников увеличивается в разы. То есть очевидна польза от этого. А вот есть такая возможность, допустим, вывозить у нас также по воркауту и кроссфиту в другие города, где-то спортсменов принимали, чтобы участие? Конечно, есть. Я думаю, что при желании вывести можно группу подготовить спортсменов и вывести на любые соревнования, в том числе и за рубеж, без проблем. А есть какие-то в этом виде спорта разряды? Разрядов, насколько я знаю, нет. То есть там участвуют абсолютно так же желающие. Ну, мы делали 16 лет, чтобы дети не участвовали, подростки. Независимо, мужчины, женщины, старшего возраста людей. Для всех комплекс упражнений один. Выполнил за какое-то время, за лучшее время получил приз. Если не выполнил, то, соответственно, нет. А есть какие-нибудь ограничения к занятиям именно в спорте? Ограничения по здоровью. Самое главное, чтобы здоровье позволяло. Больше никаких ограничений нет. И вот насчет площадки по воркауту. У вас она единственная только пока? Она единственная специализированная по воркауту. Есть пару турников, есть, как все знают, на стадионе-лидере. Но они не специальные. Мы подобрали такую площадку, чтобы она включала все базовые упражнения, все элементы, которые необходимы для развития воркаута. А будут еще планы где-нибудь установить, например, в других точках города? Вообще наше движение выступает за то, чтобы спорт был в шаговой доступности. Естественно, мы хотим, чтобы данные площадки были в каждом дворе. Я думаю, что мы сейчас покажем, что это такое, да, какие результаты, какой интерес вызвала данная площадка. Я думаю, что поставим, поставим и в городе. И я надеюсь, что также мы поставим в населенных пунктах. Я думаю, что эти площадки недорогие. Их можно устанавливать просто самим населением. И по эффективности они очень-очень высоки. Я желаю вам удачи с этим. Спасибо, Александр. Пожалуйста. Это была программа «Спорт 100» и я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok